всем привет недавно ко мне приехал новый usb bluetooth адаптер купленный практически за копейки я озадачился вопросом как же проверить действительно ли он соответствует версии 5.0 и чтобы это сделать необходимо войти в диспетчер устройств для этого можно кликнуть правой кнопкой мыши по значку этот компьютер или мой компьютер управление откроется окно управления компьютером выбираем диспетчер устройств также можно войти в свойства здесь справа есть диспетчер устройств еще можно нажать правой кнопкой мыши по кнопке меню пуск и здесь тоже есть диспетчер устройств и самый простой вариант для windows 10 это просто в поиске прописать диспетчер устройств когда уже вошли в этот диспетчер подключаем наш адаптер к компьютеру если он еще не подключен на windows 10 драйвера подхватиться автоматически на других версиях операционной системы может потребоваться установка драйверов отдельно далее находим наше устройство нас интересует именно вот такая строка generic bluetooth адаптер кликаем правой кнопкой мыши по ним и заходим свойства здесь переходим во вкладку дополнительно тут нас интересует строка версия встроенного пв а именно версия lmp в моем случае lmp 3.500 а теперь открываем таблицу версии lmp и видим что lmp версии 3 соответствует bluetooth версии 2.0 вот и все теперь давайте проверим два других моих адаптера этот адаптер от фирмы орика работает очень стабильно в диспетчере устройств адаптер уже определяется по-другому generic bluetooth радио также заходим в свойства вкладка дополнительно видим что lmp здесь уже версии 6 сверяем с таблицей lmp 6 версии соответствует bluetooth версии 4.0 хорошо теперь проверим адаптер купленный за сотку заходим в свойства дополнительно lmp версии 9 что соответствует bluetooth версии 5.0 а значит продавец не обманул кстати одновременно подключать несколько адаптеров к одному компьютеру нельзя они работать не будут и что касается сравнения bluetooth 4.0 и 5.0 при использовании беспроводных наушников то разницы в качестве звука нет отличие только в том что bluetooth 5.0 увеличен радиус действия но на практике радиус действия увеличивается за счет ухудшения качества звука на этом у меня все надеюсь было полезно до новых встреч всем пока